Привет, друзья! Сегодня хочу представить вашему вниманию очень крутой и очень быстро приготовляемый торт. Долго не решалась, стоит ли вам показывать, потому что этот тортик действительно очень популярный, и я думала, что уже все знают, как его готовить, но решила поделиться, потому что этот тортик готовится просто, легко и очень быстро. Получается он просто неприлично вкусный, он очень шоколадный, при этом с нежной сливочной прослойкой можно сделать ее из шоколадного ганаша, и это будет просто шоколадный шоколад в шоколаде. Это просто и вкусно. Для начала я просеиваю в посудину какао. По сути нам нужно просто смешать все продукты. Следом за какао просеивается сюда же и мука, и также пойдет сахар. Я сахара добавляла 250 грамм, по рецепту изначально указано 300. Смотрите по своему вкусу, любите послаже, добавляйте 300. Также сюда пойдет соль и сода сразу же, и просто все сыпучие продукты перемешайте до однородности. Это единственное, по сути, что с коржами вам нужно сделать руками. Дальше уже займется либо миксер, либо кухонная машина. Сюда же теперь идут все остальные жидкие продукты. Это у нас яйца, растопленное сливочное масло, но не горячее. Также сюда нужно растительное масло. Полный перечень продуктов я оставлю внизу под описанием. Открывайте, читайте, там на двух языках указаны все продукты. Затем добавляю сюда молоко и ставлю в кухонную машину на среднюю скорость перемешиваться. Перемешивается оно где-то минут 5-7, для того, чтобы там сахар растворился и полностью получилась вот такая вот однородная и гладкая структура. Тесто довольно мягкое, но при этом не жидкое. Выкладываю тесто в форму. Рецепт этого теста рассчитан на форму от 16 до 20 сантиметров. У меня кольцо расставлено на 19 и отправляю в духовку. Духовка на 160 градусов у меня. Печется от 50 до 80 минут. Смотрите по вашей духовке. После того, как корж после духовки у вас остыл, отправляем его в пакет, либо заматываем в пленку минимум на 2 часа. За это время он станет у вас вот таким вот влажным, сочным, при этом очень насыщенно шоколадным и таким красивым глянцем внутри. Посмотрите, это просто шикарный шоколадный корж. Его можно использовать с любыми кремами и это будет просто нереально вкусно. У меня пойдет еще сюда шоколадный ганаш на украшение, поэтому сейчас приготовлю, собственно, его. В чашу я выкладываю сливки. Для того, чтобы не использовать несколько разных видов посудин, взяла стеклянную чашу и отправила сливки в микроволновку до хорошего такого горячего состояния, чтобы пошел пар. Затем вкинула шоколад, шоколад выбрала черный, постояла пару минут и перемешала. Просто перемешала тоже для однородности. Сначала паршивенько соединяется, а затем получается вот такая вот красивая глянцевая структура. Отправляем в холодильник минимум часа на 4. Масса станет более плотной, после чего мы ее начинаем взбивать. Сначала она становится мягче, а затем за счет сливок она прекрасно взбивается и становится более пышной и такой пластичной, для того, чтобы можно было удобно покрыть тортик. Посмотрите, какая красота. Она при этом очень нежная, благодаря сливкам и очень шоколадная. Густой красивый крем для декора у меня готов. Теперь нужно приготовить просто сливочный крем. Для того, чтобы сливки полностью не впитались у меня в тортик, так как они очень нежные, замочила чайную ложку желатина в 2 столовых ложках воды, минут на 15-30. Затем в микроволновке их нужно прогреть до растворения желатина и отставить, пускай чуть-чуть остынут. И как раз этим временем начинаю взбивать сливки с сахарной пудрой. Сливки как и для ганаша, так и здесь я использую 33%. Одной упаковки сливок мне хватило на весь торт, даже еще чуть-чуть осталось. Взбиваю сливки до вот такого вот красивого состояния, до получения уже готового крема. Получился вот такой вот красивый крем. Посмотрите, он уже очень стабильный, ним в принципе и сейчас можно было прослаивать тортик, но сливки нежные, они могут впитаться полностью у вас в торт. Для того, чтобы это не произошло, буду добавлять сюда желатин. Небольшими порциями взбиваю и добавляю, вливаю растопленный желатин. Он уже не должен быть очень горячим. Взбиваю и объединяю полностью эти две массы. Все, теперь можно приступать к сборке тортика. Сейчас покажу, как я разрезала, посмотрите. Я сверху срезала немножечко саму верхушечку моего коржа. Она у меня пойдет на украшение, на присыпку боковушки. Буквально там пару миллиметров просто срезала. Затем на подложку ставлю немножечко крема, для того, чтобы тортик не ездил. Ставлю первый корж. Пропитывать его дополнительно не нужно. Он и так очень вкусный и очень сочный получается. Если вы дали ему отдохнуть, два часа этому коржу в пакете, либо в пленке, при комнатной температуре. Ставлю практически половину крема на первый ярус. Затем укрываю вторым коржом. Посмотрите, они такие блестящие, очень вкусные. Немножечко придавливаю, чтобы крем внизу распределился равномерно. И также пошел следующий крем. И остатками крема я смазываю и запечатываю верх своего тортика, для того, чтобы потом полить ганашем и он у меня не впитывался в корж. Затем ставлю тортик в холодильник минимум на 4 часа, чтобы крем у меня стабилизировался внутри. И достаю, покрываю боковушки взбитым ганашем. И делаю наверх как бы такой небольшой бортик. Я не буду идеально выравнивать, мне здесь это не нужно в этом декоре. Делаю небольшой бортик наверх, для того, чтобы можно было часть ганаша растопить еще раз. И полить сверху вот так вот тортик. Мне показалось, что это в этот раз проще, чем выравнивать тортик. Я просто часть ганаша, остатки его растопила в микроволновке, чуть-чуть подогрела, импульсами перемешивая, чтобы он потеплел. Сливки быстренько прогреваются с шоколадом и становятся жидкими. И затем заполняю, доходя до бортиков. Тот кусочек коржа, который я срезала сверху, я его измельчила просто на терке, на крупной. И теперь этой крошкой покрываю боковушки тортика. Я не буду покрывать высоко, просто вот так вот низ, слегка, чтобы получился такой вот красивый, брутальный тортик. Он получается очень вкусным. Я его оставила на ночь пропитываться, но это не обязательно, его можно кушать уже и сейчас, сразу же. Потому что он у нас и так 4 часа постоял с кремом, с желатиновым, застывал. Поэтому его уже, в принципе, можно разрезать прям сразу. Посмотрите, какой он красавчик. Он очень черный, очень нежный, прям замечательно режется и прекрасно подойдет к любому празднику. Для всех любителей сладкоежек прям рекомендую 100%. Не забывайте, конечно же, поставить свои пальчики вверх. Мне будет очень приятно. Если что-то вам непонятно, обязательно пишите в комментариях. Я обязательно всем отвечаю и всем приду на помощь. С вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok